Добрый вечер. Рада всех видеть. Многих знаю лично. На самом деле ожидала увидеть аудиторию будущих участников финтеха Катона, но многие из присутствующих явно будут там в жюри или когда-то были. Для начала хотелось бы узнать, пойдет ли кто-нибудь на финтех Хакатон в качестве участника. Хорошо, значит я не зря готовилась. Минутка саморекламы у меня будет где-то в середине презентации, где я останавливаюсь на проектах, которыми мы занимаемся. Для начала поговорим в общем о финтехе, о банках и о том, что они хотят от стартапов. В активный словарь и банков, и самих стартаперов вошли такие слова, как блокчейн, биометрия, NFC, прочий космос, OpenAPI. Но на самом деле, если вы идете на финтех Хакатон и хотите потом развивать свой продукт, возможно стоит подумать о чем-то более приземленном. Потому что у некоторых банков, в том числе самых крупных в Беларуси, и не только в Беларуси, в России и в Украине, нет каких-то стандартизированных единых баз данных собственных клиентов. Они плохо понимают портрет пользователя того или иного продукта, и у них нет такого простейшего элемента, как скоринга. Да, есть банки, которые могут называть себя digital, но их очень мало. В Беларуси я могу называть только один банк, но не буду. И если забегать вперед, даже digital банки очень осторожно относятся к стартапам. Сами же стартапы, они что думают? Они думают, что банки жадные, неповоротливые, недальновидные, хитрые, коварные. Это с чем связано? С тем, что у каких-то ребят есть опыт воровства, идей. То есть пришел в банк, поделился, сказали, супермолодец, через месяц реализовали сами. Да, такое бывает чаще в России, в Беларуси. Не так банки быстро действуют, поэтому стартапы пока опережают. Насчет жадности. Есть много историй о том, как готовые стартапы с хорошими продуктами приходили на условия, были практически продать душу за копейки. И, естественно, весь код и авторские права. Именно поэтому, наверное, сегодня я не могу назвать глобальных внедрений финтех-стартапов совместно с белорусскими банками. Ну и не могу их назвать именно потому, что их нет. Лично у нас есть опыт работы с НТ-банком положительный, но там скорее онлайн-скоринг в целях маркетинга и ускорения лидогенерации клиентов, чем полноформатная бигдата, которую мы хотели получить. И полноформатный дата-сайенс. Но у банков, конечно, есть свои определенные страхи, начиная от репутационных рисков, заканчивая риском нестабильности стартапов. Как известно, многие команды разваливаются очень быстро, ребята не пунктуальны в плане дедлайнов, поэтому опасения банков часто оправдываются. И какие-то такие вещи от одного негативного опыта, они экстраполируются на весь финтех. Никакой лаборатории финтеха в Беларуси нету. Все, чем мы пока можем довольствоваться, это, в принципе, встречи на базе Имагуру. Финтеха готовил раз в год, и в прошлом году еще был финтех-марафон. Это очень классный, здоровский опыт для многих. Но из финтеха за три года я могу назвать три выживших проекта, два из которых мои. То есть поле деятельности огромное, но не думайте, что все будет так просто. Многие считают, что, допустим, для простейшего примера, для какой-нибудь кредитной лидогенерации достаточно создать лендинг-пейдж. Нет, вход в банки очень трудный. Это колоссальные усилия, знакомство, опыт и так далее. То есть все достаточно сложно. Так, что-то я не справляюсь с кликером. Итак, пять качеств хорошего продукта в финтехе. Подобщая все то, что я сказала, если вы хотите создать финтех-продукт в Беларуси или на условном пространстве Россия, Беларусь, Украина, Восточная Европа, то есть надо иметь в виду, что продукт желательно должен быть направлен на конечного пользователя, то есть быть B2C-продуктом. Как только идет речь о B2B, вы сразу завязаны на банк, на банковский, ну вообще на все решения банка. То есть вам нужна какая-то внутренняя интеграция в банк. Банк думает три месяца, потом еще три месяца передумывает. То есть все это сложно. Если вы можете придумать продукт, где основным драйвером является пользователь, то это здорово и это уже залог успеха. 50% успеха в финтехе это именно B2C. Продукт, когда он B2C, ну здесь он уже должен решать реальную проблему пользователя. Очень часто на предыдущих хакатонах ребята решали проблему, которой нет. Ну вот им кажется, что банкомат должен выдавать биткоины или что надо обязательно сделать банкомат со сникерсами, который тоже будет к криптовалютой рассчитываться или бесплатная еда за счет решения финансовых задачек. Ну это все какой-то фан, но в реальности это не будет иметь никакого применения, естественно, особенно в белорусской. Простой и понятный, вот это то, что часто, во что упираются финтех-продукты, это их сложность. Сложность в интерфейсе, сложность в реализации, сложность в внедрении. Лучше попробовать создать что-то простое, реально нужное. Ну, допустим, у ребят, которые третьи финтех-стартап-выжившие, у них платежи в чатах, называется tab-to-pay, то есть они минимизировали количество кликов для оплаты картой. Несмотря на то, что у глобальных корпораций такое решение присутствует, вот в Беларуси оно решает проблему, допустим, у нас нет этих платежей в Фейсбуке, а вот они делают и, в принципе, неплохо развиваются. Так, проект должен быть монетизируемый. Ну, финтех это, как, собственно говоря, и все околопанковское далеко от благотворительности стоит, хотя, ну и даже те же краудфандинговые платформы, они, естественно, зарабатывают и прилично зарабатывают. Поэтому, создавая продукт, подумайте над монетизацией. И даже если пункт 5, масштабируемость, не будет соблюдаться, то, ну, обычно в финтехе создаются высокомаржинальные продукты, где можно заработать даже на небольшом рынке. Насчет масштабируемости, да, существуют определенные барьеры, например, ну, есть такое мнение, что финтех это локальные решения. Ну, глобальный финтех это, допустим, PayPal. Вот он глобальный, и это у него в всех странах. Допустим, Transferwise, это тоже американская компания, которая переводами занимается. Тоже большой рынок, но не везде далеко. Локальных решений в каждой стране можно найти множество. LQP, допустим, в Украине, это платежи, ну, и P2P-платежи, и от компании к людям. У нас в Беларуси, ну, можно назвать таким местным решением, это WebPay или ERIP. Да, это локально, но, тем не менее, 10 миллионов человек – это тоже рынок. И, ну, возможно, не стоит смотреть в Америку. Там уже давно, честно говоря, все придумали. Насчет проектов, как я и говорила, будет минутка саморекламы. Вот эти все пять пунктов, о которых мы говорили, я сейчас постараюсь пройтись на примере того, что мы делаем. У нас есть два проекта. Ну, у нас это у меня и двух разных команд. С одной командой я реализую проект Pinkfin. Это персональный финансовый менеджер. Он агрегирует остатки по всем картам, которые у вас есть, независимо от банка и даже независимо от страны. Допустим, у вас есть три карты разных белорусских банков и четвертая карта какого-нибудь банка в Арабских Эмиратах. Вы получаете по карточкам смс-уведомления об остатках. Мы эти смс-уведомления обрабатываем. Все остатки выводятся на одном экране. То есть вам не надо ходить в разные интернет-банкинги, не надо, не знаю, посылать USSD-запросы дополнительные. Просто вы знаете, а, какие у вас остатки, вы знаете, как эти деньги расходовались, то есть категории затрат. Вы получаете персональные финансовые советы. У нас используется нейросеть в приложении, которая изучает ваше финансовое поведение. На английском это payment behavior. И дает вам советы по его оптимизации. Например, эй, друг, хватит тратить на ремонт старой машины, уже пора купить новую, потому что ты потратил 2000 долларов за последние полгода. Ну, в таком духе. Это приложение было победителем финтеха Катона 2016. 2016 года, он проходил в июне, в апреле этого года. У нас будет полноценный релиз продукта, работающего. Ну, то есть он целые полгода развивался, ездил на слаж, прочие конференции, общался с инвесторами. Ну, и мы, и сам продукт. Принимал рекомендации. Но на рынок мы выходим сами. Мне кажется, это большой прорыв для стартапа выйти именно go to market без инвесторов. А дальше посмотрим. Насчет того, что продукт независимый и не привязан к банкам. Как вы правильно понимаете, здесь весь контент генерируется вами же, юзерами. У вас есть карточки, вы нас устанавливаете, мы вам помогаем. Банки здесь ни при чем. Был аналогичный продукт несколько лет назад в Беларуси запущен, который хотел делать примерно то же самое. Он назывался и называется банка. Но, насколько я знаю, именно за счет того, что он был завязан на интеграции с банковскими бэкэндами, они не смогли развиться. И последний год о продукте я ничего не слышала. Соответственно, из кейсов Пинкфина, интересных по этому поводу, нам нужны были структуры смс-оповещений. У нас есть тесные связи абсолютно со всеми белорусскими банками. И мы обращались официально по знакомству, по дружбе. Просили, дайте нам смс-ки. Ну, пожалуйста. Это же не конфиденциальная информация. Тысячи ваших пользователей их получают. Так мы умоляли два месяца. Ни один банк не дал нам структуру смс-оповещений ни по дружбе, ни официально. А потом мы написали одну статью, потратили 5 долларов на продвижение в Фейсбуке и за два дня собрали смс-оповещения 18 различных эмитентов. Беларуси, нескольких Украины и еще из России парочку присылала. Ну, теперь вот буквально два дня ушло, два дня и пять долларов на то, чтобы приложение смогло поддерживать абсолютно любую карточку в Беларуси. Мне кажется, это отличный наглядный пример того, как тяжело взаимодействовать с банками. Несмотря на все мое уважение к ним. У этого продукта продумана монетизация и теоретически, как минимум, на Украину и Беларусь он масштабируем. И будет масштабироваться уже с июня этого года. Еще один продукт. Он называется Grime. Это, как говорят ребята в нашей команде, это Uber для музыкантов. Суть приложения такая, что есть очень много, особенно в Европе, ребят, которые выступают на открытых площадках, на улицах, ну и, допустим, в небольших пабах, которые не рекламируются на афишах, на билбордах, но играют в хорошую живую музыку и мечтают о том, чтобы стать мировыми звездами. Ну, плюс к тому же, мировые звезды тоже иногда выходят на улицу и что-то играют. Такие уличные перформансы, они случаются часто, но мы никак не можем о них узнать. Ну, нет такой афиши. Поэтому мы решили ее создать. Здесь у нас две стороны в приложении. Одна сторона — это музыканты, которые заинтересованы в том, чтобы увеличивать свою аудиторию и свой кэшфлоу, соответственно. Они создают онлайн-афишу, чекинятся, рассказывают о себе. С другой стороны, слушатели, которые хотят видеть живую музыку здесь, сейчас, или путешественники, которые приехали в какой-то город, у них есть два часа, и они не хотят на концерт Мадонны, они могут найти выступление прямо под открытым небом, прийти, послушать, и, конечно же, очень важно задонетить, то есть сделать пожертвование. Поскольку в Европе процент безналичных платежей все выше и выше, в некоторых странах, особенно в Норвегии, Швеции, Финляндии, это более 80-85 даже процентов, мы сделали возможность донетить прямо в смартфоне, то есть перевод через OneClick будет от вас, как от слушателя, напрямую музыканту, а можно задонетить в самолете, когда вы будете садиться, вспомните и сделаете пожертвование. Вот, этот продукт тоже был реализован в прошлом году в рамках финтех-марафона, и нам сказали, что это вообще не финтех, а потом позвали выступить вне конкурса, и мы стали главным финтех-проектом 2016 года. Да, вот такая история, этот продукт тоже будет релизиться в апреле этого года, уже проходит последнее тестирование, будет запущен в Украине с перспективой на Беларусь и Россию. Ну, почему в Украине? Потому что вживую съездили, посмотрели, там самая активная, как говорят сами украинцы, движуха. Так, это опять. Ну, про команды, поскольку здесь присутствуют те, кто планирует их создавать, в нескольких словах, как я уже упомянула, команда Pinkfin и команда Grime — это разные люди, и они пересекаются только во мне. То есть программисты разные, ну, и другие участники командных дизайнеров, все абсолютно разные. По опыту работы в двух разных командах и имея опыт создания собственного бизнеса в финансовой сфере, что я могу сказать? Кто должен быть в команде? В команде должен быть предприниматель. Почему? Ну, наверное, это одно из организующих звеньев, и те стартапы, в которых есть предприниматели, ну, неважно, в финтехе это или в абсолютно любой другой сфере, они, как правило, выживают. Те ребята, которых мы видим на разных встречах стартаперских, самые стойкие команды — это команды, у которых есть человек с опытом введения бизнеса. Это, ну, не комплимент мне от себя же, ну, это такая закономерность. Особенно, мне кажется, те, кто пробовал строить бизнес в Беларуси, тоже все, уже не страшен серый волк. Должен быть маркетолог. Маркетолог обязательно должен понимать тот рынок, на котором строится продукт, должен понимать потребителя, должен провести маркетинговые исследования. Если здесь есть программисты, которые будут искать маркетолога, ну, уж заставьте его. Посмотрите там в гугле, что должно быть у маркетингового плана проекта, и заставьте все это сделать. Потому что если вы не будете понимать своего потребителя, то уж ни о какой-то монетизации точно речь не будет идти. Ну, разработчики. Еще раз разработчик и снова разработчик. После общения с инвесторами мы сделали вывод, что очень любят команды, где два и более инженеров. Ну, если инженер один, то это уже должен быть инженер уровня бога. Вот у нас так в Пинкфине очень опытный разработчик. Он закрывает Android, iOS и backend. Разве что еще только нейросетку пишет не он, а мы привлекли стороннего разработчика. А в Грайме у нас три инженера и тоже все хорошо. То есть все бывает по-разному, но без разработчиков, если здесь есть маркетологи, которые хотят идти на хакатон, или предприниматели, без разработчиков все будет плохо. Мы какое-то время, ну, с Грайме, вот в частности, мы победили в финтехмарафоне. У нас была презентация, скажу честно. Очень такая неплохая, но продукта не было. Мы его все делали-делали, но команда не складывалась, и продукт, на самом деле, был запущен в разработку только в декабре 2016 года. Это уже после того, как мы съездили на слаж, и там тоже набрали каких-то контактов инвесторов, и всем нравилось. Постарайтесь найти друг друга и маркетологи-программистов, и программист-маркетологов, ну и, конечно, предпринимателей. Что касается менторства, есть такая особенность, что на хакатоне, выступив один раз и услышав мнение, что ваш продукт не жилец, многие команды отступают, ну, здесь надо понимать, что менторы, они тоже люди, и, возможно, они неглубоко изучили вашу проблему или ту проблему, которую вы решаете. Если у вас есть четкая уверенность в продукте, в команде, в себе, а попробуйте сделать. Допустим, Кикстартер приезжал сюда и рассказывал о том, что когда они рассказывали о своем продукте, первые 93 венчурных капиталистов им отказали. Вот, а теперь они стоят в очереди, чтобы к ним проинвестировать, но Кикстартеру уже не надо как бы. Поэтому хорошая команда и хороший продукт, а тем более выход на рынок, это совокупность множества сложных факторов. Насчет менторов. Менторов надо слушать, особенно, если вы уверены в их компетенции. И хорошо бы, чтобы ваш проект, какой-то вот один ментор, которого вы, допустим, найдете на хакатоне, за ним присматривал. У нас, допустим, с Пингфином, так было, за нами присматривала компания Visa очень долго. Наверное, первые месяца 4. Ну, потом нам стало с вами все понятно. И до сих пор мы делимся нашими успехами с визой, но уже взрослые продукты будут выходить на рынок. Что касается Грайми, у Грайми есть менторство корпорации TransferWise. Мы его, ну, мы его выиграли практически, но вот мы съездили в Украину на гараж в 48, и TransferWise настолько понравился проект, что они теперь, хотим мы того или не хотим, нас менторят. Ну, в целом, это, наверное, все, что я хотела сказать. А, нет, не все. Вот, если жить после хакатона. Да, после хакатона, ну, наверное, есть определенный порядок действий, особенно если команда сборная. Надо договориться, работаете вы или не работаете. Желательно договориться, на каких условиях вы это делаете. И стремиться к тому, чтобы создать MVP. Многие начинают с походов к инвестору. Сейчас все-таки прошло то время, когда ты приходишь с идеей и под идею дают деньги. Особенно в финтехе. Но это просто не работает. Мы пробовали на Пингфине, не работает вообще. Почему? Потому что, скорее всего, ваша идея была уже кем-то несколько раз реализована и реализована плохо. Вот, допустим, Пингфин – это PPM. PPM-ок куча, ну, просто море. И мы часто слышали, да ладно, смски распарсим за одну ночь. От софт-клаба, например. Ну, до сих пор они ничего не распарсили. И есть продукты, которые заявляют даже в Плей-маркете о том, что у них есть автоматический ввод данных через фарсинг смс, но практически они не работают. Таких продуктов штук 10. То есть рынок засоряют, сами не работают, репутацию уже испортили. Поэтому надо сначала сделать MVP. Желательно потом выложить бета-версию в маркет. Это будет очень классно, даст вам дополнительный вес в глазах инвестора. А еще лучше получить первый трекшн. И пусть это будут не какие-то там деньги или прям взрывной рост по скачиваниям. Все должны понимать, что финтех – это не маскарад. Это тонкая материя. У вас никогда не будет такой супер популярности. Надо правильно оценивать. Но вот это вот отсутствие супер популярности, оно всегда компенсируется возможностью высокомаржинального бизнеса именно в финансах. После того, как у вас появится первый трекшн, лучше пересмотреть свои K-метрикс. Потому что даже если у вас был супер классный маркетолог и предприниматель, скорее всего вы не угадали. Ни с одной метрикой. Мы не угадали, но по пингфину мы не угадали. То есть у нас был худший прогноз, чем K-метрики сейчас. Ну вот, и после того, как вы это все пересмотрели, уже тогда лучше ходить к инвесторам. Потому что когда вы придете без продукта, уже второй раз вам туда вход может быть закрыт. И лучше не концентрироваться на каком-то одном инвесторе. Очень часто у белорусских команд и у нас тоже такое было, когда ты пришел к одному инвестору и он вроде уже ударил с тобой по рукам, и ты думаешь, здорово, вот сейчас я вот это допилю, и полмиллиона в кармане. На самом деле, как только ты допилишь, появится еще что-то допилить, еще что-то допилить, а потом инвестор скажет, а, ладно, я передумал. Именно поэтому выход на рынок без инвестора, если у вас есть на это силы и возможности, это правильный путь, честно. Акселераторы. Акселераторы – это хорошо, но, на мой взгляд, лучше подходит для B2B продуктов, а не для B2C. Здесь у вас B2C рынок самооценит, нужны вы рынку или не нужны. Если у вас B2B, акселератор может помочь с контактами, с экспертами, с внедрением. Да, тогда можно. В Беларуси акселераторов… Ну, лично я не знаю. В России их много, но говорят, там все сложно насчет воровства людей. А вот самые такие дружелюбные акселераторы в Прибалтике. Стартап Vice Guys, стартап Sauna, которая у нас была в гостях. Вот вполне знаю ребят, которые там проходили акселерацию, все довольны остались. Ну вот, собственно, дерзайте, творите, не бойтесь удачи. Ну, а в остальном я готова высушить какие-то вопросы практические, ну, потому что я больше практика, не теоретика. Спасибо. Вопросы? Помогает ли вам ментору? Или чувствует себя в помощи? Ну, вот, как я говорила, было у нас менторство визы. Ну, знаете, менторы – это хорошо. Это хорошо для подтверждения ваших собственных идей. В принципе, в нашем случае, в обоих проектах менторы ничего нового не привнесли. Вопросы отвечают? Мы на их вопросы? А, они. Да, отвечают. Ну, в определенной степени надо смотреть, какой ментор. Если ментор – это какая-то суперкорпорация, ну, вот как Visa и TransferWise, то это очень приятно указать в резюме проекта. Ну, конечно, проект менторился такими компаниями, почему нет? Почему не обратить на него внимание? А вот, а если ментор – это просто человек, который считает себя псевдоэкспертом, ну, я не знаю, будет ли он вам помогать. Очень часто бывает, что, ну, по другим проектам, не по нашим, что есть какие-то советы, сделайте так, сделайте так, а переделайте. То есть у вас должен быть стержень концепции. Если совет ментора как-то ее улучшает, эту концепцию, это хорошо. Если он ее сильно перекручивает, там, какие-то резкие пивоты, это не очень хорошо. Одно дело, когда вы делаете пивот с миллионом инвестора, вот он дал деньги, и вы делаете пивот. Это да. А когда вас пытаются развернуть каждый раз туда-сюда и обратно, и при этом не дают денег, ну, это плохо сказывается на разработке продукта, однозначно. Вы говорили, что вы побеждали только с презентацией, некоторые побеждали уже с практически готовым продуктом. на самом деле все зависит от того, зачем вам хакатон. Вот мы, допустим, на хакатоны ходили, потому что у нас не было разработчиков. Была идея, надо было найти под нее разработчиков. Мы презентовали, вот что касается Пингфина, там была ситуация, что я была маркетологом без программиста, а программист был программистом без маркетолога. Нам сказали, или оба вон отсюда, или объединяйтесь. Вот мы объединились и уже... Если у нас нет маркетолога, то есть у нас есть шанс, что его можно найти? Да, на белорусских хакатонах гораздо проще найти маркетолога, гораздо проще, чем разработчика. Ну и разработчиков без маркетолога, как правило, оставят, а маркетолога без разработчиков скорее всего попросят уйти. Ну, хакатон – это скорее всего площадка для первого ответа от аудитории, для первой обратной связи. Поэтому, конечно, там лучше идеи тестировать. Если у вас готовый продукт, зачем вам хакатон? Для того, чтобы бесплатный билет на слаж получить, я думаю, что все-таки тестировать идеи и собирать команды там продуктивнее. А вот вы говорили, что маркетолог должен... нужно дать задание маркетологу, чтобы он прошел по маркетинговому плану по какому-то специальному для стартапов, собрал всю аналитику, подготовил его, помнить. А где этот план должен увидеть? Да на самом деле этот план нативно понятен каждому. Первое, он должен понять, решаете ли вы реальную проблему. Допустим, есть у вас идея? Не знаю, ну, если бы вы тут озвучили, я бы вам ее... Решаем. Решаете, да? Ну, надо понять, для кого решаете. Понимаем. Понимаем. Ну, вот для тех, кто не хочет идти к станции метро и делать соцопрос какой-то, достаточно в фейсбуке создать страничку, выкинуть туда как-то вашу идею. И за 5 долларов ее прорекламировать на целевую аудиторию. Вы посмотрите, если туда вообще кто-нибудь ходил, читал, лайкал, то это определенно будет интересно. Или вконтакте, если у вас более молодая аудитория. все этого... Ну, или попробовать имейлы как-то собрать. Это все можно сделать в рамках хакатона, однозначно. Если у вас реагирует, или вы, если с ней общались до того, как начали разрабатывать продукт, ну, надо маркетолога заставить посмотреть конкурентов. Не может быть, что у вас нет конкурентов, а нет. Хорошо. Как вы тестировали Pinkfine в таком случае через Facebook? Или какую идею проверяли, что вот она понадобится? Поскольку уже был... Рынок уже насыщен. Да, в том-то и дело. Рынок был насыщен, да. Тут было несложно. Мы просто открыли Play Market и начали читать отзывы о приложениях, которые работают в таком ключе. Все, что там было негативное, мы просто взяли и учли. Выбирали. Да. Все. Тут было просто... А Грамми, вот это тот самый случай, когда нет конкурентов. Есть теория о том, что продукт на стыке растущих рынков. И здесь мы обращались напрямую к телевую аудиторию. Мы собирали уличных музыкантов и их слушателей и общались. Ну, продукт хорошая, интересная идея именно для туристических стран теплых. Испания, Италия, там очень много музыкантов. Англия, ну, вот именно для таких мест. Туда везу. Ну, теплых там, да, они просто круглогодично играют, но в Беларуси вот только снег растаял, уже около каждого метро есть по музыканту. Туристы там постоянно, там текучка большая, соответственно, инсталлов много, соответственно, и кэш-флоу нормальный. Поэтому Украина может для теста нормально, но потом... Нет, конечно, да. Он не имеет никаких барьеров, хоть в Африке устанавливайте. А как вы решили монеты платежей? То, что с различных стран... Да. О, тут мы тоже очень долго думали, как договориться с PayPal и писали. Они нам говорили, вы из Беларуси, мы с Беларуси не дружим, дети открывайте... Да, ну... Нет, нет, нет. Это все условная дружба, да. А в итоге в каждой стране, ну, буквально в каждой, есть местные платежные системы. Вот в Украине мы тестировали LQPay. У нашего баканщика заняло, наверное, там пару часов его привинтить, и мы прямо там показывали платежи ну, уже реальным музыкантам на гараж 48. Но мы ничего не выиграли, во-первых, потому что мы... Нет, мы выиграли TransferWise, но главный приз отдали слабомасштабируемому проекту, ну, во-первых, потому что мы беларусы, и им жалко было отдавать нам деньги. Нет, ну, серьезно, украинская компания дает 20 тысяч долларов, ну, не беларусам же, своим же. Вот, а во-вторых, ну, мы уже приехали с таким очень даже готовым продуктом, там всем это было понятно, вообще уровень организации гараж 48, это... Да, там не надо презентации, вообще, там нет презентации финальной, там ты выходишь, говоришь и показываешь продукт, нет продукта, не говоришь, не выходишь и не показываешь, все. Вот есть интерес подробнее узнать про бэкэнд именно системы приема платежей, можно ко мне подойти потом? Можно ко мне подойти, могу дать контакты у кого спросить, вот так, ну, сама я маркетолог, поэтому... Хорошо, спасибо. Что? В Pinkfin монетизация будет завязана какими, что будет платным контентом? В Pinkfin платного контента первые полгода не будет, будут платные лиды для банков. Ну, это приложение лидогенератор, не такой, там, который будет спамить рекламу и возьми кредит и сделай вклад, а который будет реально предлагать для каждого клиента на основе именно искусственного интеллекта, тот или иной продукт, который ему подходит в соответствии с его payment behavior, ну, плюс здесь розница тоже лиды, там, не покупай в замке, покупай в соседях, ну, в таком духе. А комиссия с музыкантов не будет просто? Будет, конечно, мы же тоже должны быть. Мы спросили у музыкантов, они сказали, что 15 евро это, ну, нормальная для них плата. Вообще, уличный музыкант в теплых странах зарабатывает, 5-7 тысяч евро. Кэшем. Внимание, кэшем. А кэша там 15-20 процентов от оборота. Соответственно, в non-cash payments безналичных платежах там больший объем денег. Музыканты, несмотря на то, что они люди творческие, считать умеют. Поэтому сказали 15 долларов, да, нормально, евро. Не, 10 мало. Даже в Беларуси сказали 15. А, в месяц, конечно, в месяц. Вот. Ну, будет фремиум аккаунт, допустим, 3 чекина в месяц. Ну, если ты 3 раза в месяц выходишь, и это для тебя не бизнес, 3 чекина можешь сделать бесплатно. Если у тебя каждый день по 3 концерта, ну, уже 15 долларов не страшно. Зимой финанский третий сезон. Сезон, не сезон, да, и площадки, где пол с подогревом. То есть глобализация. Вот. Ну, как-то так. Если у кого-то есть идеи, которые надо променторить, могу в частном порядке сказать, допустим, будет эта идея работать в Беларуси или не будет. Ну, и к какому банку с ней можно подойти. А какое ваше самое лучшее достижение в маркетинге? Что вы считаете? В маркетинге? Ну, я скорее в предпринимательстве могу сказать свое самое большое достижение. Я в 2015 году открыла свой портал Лидогенератор на очень конкурентном рынке в кризис. Сейчас мы отъели 20% рынка и ничто нам не помешает отъесть все 50%. Ну, вот. Лидогенератор это портал, на котором есть предложение по продуктам банков. Вы приходите, выбираете карточки, называется Выбери Пай. Ну, если вы прямо не занимаетесь заказом банковских продуктов онлайн, это ничего не говорит, ну, как аналоги, это, допустим, MyFindBuy. Тутбай он опять же наступает. Нет, Тутбай нам никуда не наступает, я вам уверяю. Не, ну, то, что у них появилось, это одно, а лидогенерация это специфическая аудитория. Главный лидогенератор это MyFind. Бенефит. Не, бенефит. Я вот на вашем партнере так учусь и так. Да? Отлично, мы заработали на вас 5 долларов. А вот это же финансовые секреты. Никаких секретов. Какие лидогенераторы вы занимаетесь развлечения просто баннеров? Нет, баннеры это медийная реклама. Для генерации это обычно, ну, если в стандартном варианте, это какие-то каталоги с кнопками оформить. На вашем сайте. Да. Ну, оформить, мы собираем контакты, передаем банку. Банк платит лидогенератору. То же самое пингфин, но только это уже более сложные механизмы, где лидогенерация будет супер таргетированная. Вот. Никакого спама. Честная пионерская. Еще? М? Да? Да, да, можно скачивать. Для IOS-а пока нет, но несмотря на то, что для IOS-а там есть запрет на вход в смс-оповещение, мы решили уже кусочек проблемы этой машинным зрением. Ну, посмотрим. Я думаю, что сможем запуститься. Потому что PPM вообще не пользуется, потому что он не автоматизированный. Ну, то есть месяц, два, надоело, бросил. Когда это все автоматически, это с ретеншн юзеров 30% на бета-версии. так она же там еще далеко от идеала. За семь дней? Нет. А, ретеншн за семь дней? за семь дней. Ну вот. Собственно говоря, все. Если еще какие-то вопросы есть, задавайте. Если нет, можете в частном порядке. Ну и удачи всем на финтех акатоне. Уверенно все получится. Я вам скажу так, что при том, что у меня был бизнес, построенный с банками и договорные отношения с большинством, и я раньше работала на инфобанке и занималась развитием Майфина, до тех пор, пока он не развился, и мне нечего стало там делать, то при всем том, что меня действительно знают топ-менеджеры, вот со стартапом зайти в банки, всем нравится, да, классно, молодцы, но если это внедрение битубишное, это практически нереально, если это внедрение, ну там пропиарьте нас, ну это максимум вообще, банк ставит там approved by альфа банк, это очень редко, вот у нас на основе выберебай было внедрение скоринга, у нас есть онлайн скоринг на портале в Беларуси единственный, мы брали его в пользование альфа банк и мт банк, ну вот мт банк пользуется до сих пор, а альфа банк попользовался и сказал дорого, ну вот в принципе все, а другие всякие внедрения, там допустим пингвин только для клиентов ант банка первые три месяца все это не прокатило а скоринг для физических лет? да, скоринг для физических лет ну скоринговая карта строилась живыми, реальными скорингистами чьи имена всегда останутся в нашей памяти поэтому в тайне в тайне да реальная невыдуманная социально-демографическая модель скоринга которая применяется как минимум в трех банках наших крупных коммерческих кредитующих ну проекты в стиле давайте посадим клиента будем на него смотреть какой-нибудь камерой и по его реакции на ваши вопросы поймем хороший он кредитополучатель нет я таких наслышана но в Беларуси таких внедрений не будет в ближайшие лет 10 наверное ну мне так кажется есть банки которые увлекаются биометрией ну допустим приор банк да это авторизация и сказать что вот массовый клиент прям страждет чтобы его по голосу определяли нет но когда у банков которые увлекаются биометрией заявка на кредит из 80 пунктов с указанием ОНП организации то тут конечно боль ну это вот второй слайд был о том что банки хотят блокчейн NFC и так далее а на самом деле у них еще есть над чем поработать вот дерево ERIB кто-нибудь переработаете на хакатоне я знаю ERIB сейчас готов готов вложиться деньгами да ну лично мне цифру не называли вы знаете как у нас в стране цифру назовешь потом начинаются проблемы вот поэтому ну знаю что по крайней мере у ERIB там твердое намерение прям внедрять они хотят ставить задачи чтобы стартапы их решали ну и потом как вендоры работали вот эта форма взаимодействия с банками она неплохая в России она сейчас самая популярная вот сегодня Райф Айзен опубликовал там каких-то своих собственных финалистов очень банальные идеи очень от PFM не знаю заканчивая каким-то просто элементарными P2P переводами банальные идеи которые решают реальные проблемы никакого космоса приземлитесь очень много с базами данных вообще в Беларусьбанке 6,5 миллионов клиентов они не знают у кого откуда ноги растут поэтому сделайте что-нибудь с этим я уверена вот это можно внедрять я даже контакты дам через кого только сделайте но тем не менее надо понимать что проект который вы делаете ну если вы хотите действительно финтехом заниматься это будет тяжело это будет не сразу и не надейтесь что банки прям распахнут двери да никогда в жизни компания BePaid это насколько я знаю они себя позиционируют как аналог ERIP они рассказывали в своих презентациях о том что работали в Европе долгое время потом их попросили прийти в Беларусь они пришли сделали три круга по беларусским банкам и ушли через два года их опять попросили запуститься в Беларусь пользователи реальные пользователи они сделали опять три круга и уже на выходе потеряв надежду Беларусь банк их зацепил и они запустились в Беларусь ну ну да да вот очень классный пример народного стартапа ну или анти стартапа это халван это ну вообще карта рассрочки это продукт который попал в нужное время в нужное место в стране кризис торговля падает это тут бах и халва 0% класс вот насколько в МТБанке сначала этот продукт не верили я просто участвовала в группе которая занималась инфоподдержкой этого продукта настолько сейчас этот продукт вот взяли и забрали они подсмотрели подсмотрели ну в Турции и Азербайджане чтобы вы понимали такой продукт как карта рассрочки потому что там кредиты по религиозным убеждениям брать нельзя поэтому там это работает но подсмотреть и сделать вот Москва-Минск подсмотрел у МТБанка а еще Банк ВТБ подсмотрел но в итоге халата одна поэтому подсмотреть это мало надо сделать ну да франшиза пошла но тоже вряд ли ну россияне не понимают я общался допустим с ребятами кто в магазине они не понимают что россияне потому что у них нет справок дохода и им нет проблемы идти просто дать паспорт ну в итоге для белорусского рынка это классный антистартап с очень огромным кэшфло вообще так что если вы можете придумать что-то аналогичное не ждите начните сегодня до хакатона вот еще ну я надеюсь было интересно полезно и рада знакомству со всем спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok